Сложно найти человека, который бы любил очереди, длительные ожидания и невозможность спланировать свой день, наше время, кого угодно способно выбить из колеи. К счастью, прогресс не стоит на месте. Так, с 14 октября у россиян появилась отличная возможность воспользоваться электронной записью при получении водительского удостоверения. Возникает такой вопрос, как попасть на прием и как получить государственную услугу. Я еще раз всех призываю пользоваться услугами портала госуслуги. Там ничего сложного для регистрации не происходит, ничего не существует, не надо никого слушать. Достаточно уделить 10-15 минут времени спокойно с паспортом, со СНИЛСом сделать соответствующую регистрацию и на почте или МФЦ просто подтвердить свою учетную запись. Вы спокойно будете приходить, вы спокойно будете планировать свое время, вы спокойно будете получать эту услугу и для вас никакого не будет ни дискомфорта, ни каких неприятных, ни удобств. Теперь автолюбители могут быть хозяевами своего времени. Им не нужно просиживать часы в огромных очередях и трепать свои нервы. Что подать теперь документы и получить оформленным подразделением ГИБДД российские национальные водительские удостоверения взамен ранее выданно российские водительские удостоверения, а также получить международные водительские удостоверения, теперь можно не только у нас, но и в МФЦ. В данном случае определенный срок оказания данной услуги, который не должен превышать более 15 рабочих дней. Это также уточнен порядок, какие документы должны предоставлять заявители, то есть для получения данных соответствующих документов. И теперь гражданин, если он видит, что у него в данном водительском удостоверении имелись расхождения с дублированием данных в загранпаспорте, он может показать загранпаспорт, соответственно, изменения, которые будут происходить при замене водительского удостоверения, будут соответствовать записям загранпаспорта. Это тоже немаловажно, потому что иногда получалось так, что фамилии по-разному транспортируются, в документах, которые были указаны в наших документах и в данных, которые были указаны в загранпаспорте. Изменения коснулись и географии клиентов госавтоинспекции. Теперь получить права в Воскресенском районе могут и жители других регионов, независимо от того, где они сдавали экзамен. Лица, прошедшие обучение на категорию БЦ, могут задавать на получение водительского устремления с 17 лет. Но водительское устремление они получат только по достижению 18-летнего возраста. На момент подачи заявления должна быть уплачена госпошлина, обязательно наличие у обратившегося соответствующей квитанции. Оценить новшества теперь могут и маломобильные группы граждан. Для них оборудован специальный пандус, отдельное место парковки с кнопкой вызова диспетчера. Персональную государственную услугу по вопросам экзаменации и регистрации они могут получить в кабинете номер 6. К другим изменениям. У нас на сегодняшний момент появилось такое требование, что многие люди раньше обращались по вопросам регистрационных действий, транспортных средств, которые они решали утилизировать. Так вот сейчас при обращении с данным заявлением о утилизации транспортного средства необходимо предоставлять свидетельство о том, что транспортное средство физически уничтожено. То есть это из любого металлоприемного пункта соответствующая бумага о том, что транспортное средство принято, уничтожено. Это делается для того, что в последующем восстановление учета по таким транспортным средствам у нас происходить не будет. Ознакомиться с нововведениями более подробно можно в сети интернет. Анна Яшкина, Евгений Стародобов, Воскресенские вести.